Здарова всем! Это видео я снимаю на Mi 9 SE. И вот в чем прикол. Это видео это будет о Redmi Note 8T. Ну или Redmi Note 8 без разницы. Буквка T означает только то, что у него есть NFC. Зачем, не знаю. Без разницы совершенно. Я им пользовался, короче, где-то около 2 недели. Или я одну неделю, около 1-2 недели, короче, им пользовался. Не активно, пассивно довольно-таки. И я примерную картину уже составил в этом телефоне. На самом деле он неплох. Это именно версия 3.32, и эта версия мало какие игрушки потянет на самом деле. Мало какие. Потому что у него по стандарту, сейчас смотрим, 1.1 гиг свободно. Вот. Это бред. Это реально бред просто полный. Типа, если все очищаю, вот. Те же 1.1 гиг свободно. Именно вот эта фигня и убивает этот телефон в версии 3.32. Потому что Mi 8. Ну или Mi 8.12. И то, и то, по сути. Если бы я его прошил на Pixel Experience, который не лагал бы, потому что бывают Pixel Experience, которые лагают эта прошивка. Кого? Перебили меня. Ну, короче, вот эти две штуки убивают его вместе. И если Pixel Experience правильно скачать, либо Corel SOS какую-то, на него я посмотрел, можно поставить прошивки. То есть, они как бы придадут ему вторую, короче, силу придадут ему, если на 3.32 мы говорим. 4.64, наверное, все-таки можно пользоваться, вне зависимости от какой у вас прошивка, уже язык заплетает совершенно. Но, все-таки, наверное, лучше покупать 4.64 так и так, потому что 3.32 это уже давно никуда не катит. Почему они выпустили вообще такую версию, непонятно совершенно. И почему они обновляют эту версию до Mi 8.12, 3.32 именно до Mi 8.12, я не знаю. Если она совершенно лагает, никак не идет совершенно. А 4.64 по-другому, конечно, тянет все это. Ну, ладно. Что по камере? Сейчас посмотрим. По камере тут все вроде бы как просто. Тер-камеру я установил сюда приложение. Сейчас где-то сравнение тут делал. Вот это, по-моему, да? Нет, это я выбирал шумодавы. Ну, камера тут, конечно, такая себе. Но с Google камерой все, конечно, преображается. Но это день и ночь, по сути. Но это не Google камера, это именно Тер-камера. И давайте сейчас как раз пойдем в эту Тер-камеру и покажу вам настройки, которые я использовал. Потому что я уже сейчас продам. Поэтому надо хотя бы еще это показать. Вот тут вот так вот все. Да. Если что, остановите. HDR+. О, настройки цвета Pixel 2. Стандартные настройки вот такие вот. Это версия Тер-камера 7. Final Edition. 512 радиус. Я его все-таки поминал на стандартный. Модуль шумодава для широкоуголки 363. И OnePlus 586. В общем, тут стоят. Вот такой вот у меня профиль. Четкость полтора. Контракт с 0,48. Достаточно соединяющего с 0,25. У меня небо такое вот. И внизу все стандартное, потому что оно, что изглажает картинку. Рандом. Совершенно рандом. Ну и Google камера тут, конечно, из этого телефона делают настоящий телефон. В чем прикол? На этот телефон, на Mi 9 SE, Тер-камеру просто так не поставишь. Там именно какие-то... Какая-то, какой-то урезанный процессор, видимо, да? Туда поставишь какую-то камеру версия 6. Это очень древняя камера. Она 19-го, по-моему, года. И у нее максимум снимков 16. Тут на этом снимков я все-таки поставил где-то 22. И оно все прекрасно работает. Даже в темноте. Не знаю как, каким образом. Но вот так вот оно работает. То есть, это телефон относительно даже лучше. Что по экрану? Ну, он дешманский. Ну, это дешевый совершенно. Экран. IPS. Да, ну... Ну, это IPS. Стандартный, нормальный IPS. Я сказал дешевый, потому что все IPS дешевый. По сути, это свои. Вот. По динамику у него даже очень все хорошо. Сейчас продемонстрирую. Надеюсь, будет какой-то там дроп, да? Не знаю, услышите его или нет, но он вибрирует чуть-чуть. Несмотря на то, что, короче, сюда поставил эквалайзер, который сейчас не включен, это я точно знаю, потому что он 100% из памяти вылетел. И тут все из памяти вылетает абсолютно. Ну, короче, несмотря на то, что эквалайзер выключен, он, у него есть немножко низких частот, и это очень хороший динамик для своей цены. Очень хороший динамик. То есть, версию 4.4 я бы даже рекомендовал покупать, но я не знаю, как там, как бы он сам себя чувствует, потому что тут память и ММС 5.1 все-таки. И она не такая быстрая. Фотки сохраняются не особо быстро. Само не ставится не особо быстро. Это, как бы, все складываю на MIUI, но я не думаю, что не MIUI, как бы, ММС 5.1 куда-то уберет, она куда-то не станется. Тут будет ММС 5.1, она такая же останется. Но за такие деньги, если 4.4 вы найдете примерно сейчас за 1008, даже просто Note 8, просто Note 8, это хорошо. Отпечаток пальцев, в общем, тут все стандартное, так сказать. И ширик на Google Камере, сейчас я покажу, ширик на Google Камере вообще очень сильно преображается. Если я сейчас найду какую-то тут фотку, которую я делал, конечно, я, по-моему, его показывал в первом видео вообще, но, типа, да, вот ширик стандартный. Сейчас, давайте так сделаем. Вот он, ширик стандартный. И ширик Google Камеры. Ну, это прям, это прям день и ночь на самом деле. Сколько тут шумов, как тут все нечетко, и как тут все четко, и как тут шумов нет. Причем стандартные настройки. Это вот шумодавк правильно надо выбрать в той же Google Камере. Вот и все. Ну, не знаю, не о чем мне еще говорить. В принципе, телефон хорош за свои деньги. Но я бы все равно лучше, что-то бы хотел, потому что Mi 8 уже можно купить за эти деньги. Но зато тут батарейка не будет убитая такая, потому что она все-таки более-менее большая. А у Mi 8 на 3000 всего. Так что, брать как хотите. Для меня это не идеальный телефон уж точно, потому что просто по процессору и по памяти. Я его взял, чтобы попользоваться, я немного попользовался им. И он у меня не то что впечатлил, но по камере он реально хороший. Потому что у Mi 9 SE 586 камера, а MX 586 стоит. И она снимает хуже. Как? Не знаю. Это моя вторая MX 586 камера, и она снимает хуже. Я не понимаю, как. Но они видео снимают лучше 100%. Это видео будет выглядеть идеально хорошо. Я прямо даже сейчас вижу просто на превьюшке. Но фото они плохо снимают. И отсутствие, конечно, TR-камеры на этой камере, на Mi 9 SE, это большой минус. И, возможно, его как-то можно перепрошить. Я, наверное, его перепрошью, попробую. А поэтому телефоны все. Сейчас он поедет кому-то в руки. Будут им пользоваться. Да. Всем спасибо. Пока.